К новостям в сфере здравоохранения. В этом году более полутора тысяч мангисталских семей подали заявки на участие в программе экстракорпорального оплодотворения в рамках государственной программы Ансаган Саби. Этот показатель в два с половиной раза больше прошлогоднего. О том, как можно стать участником госпрограммы, в следующем сюжете. Продолжение следует. На качество спермы и общее состояние мужчины. Специалист еще раз напомнила, что прежде чем стать участником государственной программы, необходимо пройти качественное обследование супружеской пары, а также немаловажен психологический настрой. Кабира Нугманова рассказала случай из своей практики, когда в прошлом году 10, а в этом году 14 женщин, подготовившись к эко физически и морально, беременели самостоятельно, не дойдя до процедуры эко. Психологический аспект немаловажен. На 2022 год на Мангистаускую область было выделено 267 квот, что на 6 квот больше по сравнению с прошлым годом. По итогам 10 месяцев 249 женщинам была проведена процедура эко. В результате у 159 женщин наступила замершая беременность или прерывалась по другой причине. 81 женщина забеременела, уже родились 12 малышей, а появление на свет остальных детей ожидается. Для того, чтобы стать участником государственной программы Ансаган Саби, нужно следовать алгоритму. Первый этап – постановка супружеской пары на диспансерный учет. После чего собираются необходимые данные, выписка из амбулаторной карты, которая направляется в последующем в специальную комиссию при управлении здравоохранения области. В случае, если комиссия принимает положительное решение в отношении супружеской пары на искусственное оплодотворение в рамках программы Ансаган Саби, ее оповещают в течение трех дней. После получения одобрительного ответа пара направляется на повторную сдачу анализов. Далее будущие родители выбирают из предоставленного списка центр для проведения эко и регистрируются на портале. Как принять участие в программе Ансаган Саби, то есть для этого семейная пара должна быть прикреплена к определенной поликлинике по месту жительства, соответственно. Потом обратиться к участковому врачу для установления причины отсутствия беременности продолжительности энного времени. Также участковый врач направит на ряд обследований лабораторно-инструментальных, в том числе и гормональных обследований. После чего будет выставлен диагноз бесплодие мужского либо женского фактора. И также будет рекомендовано направление на эко. В рамках Ансаган Саби семейная пара должна быть застрахована в системе ОСМС. Важно отметить, что комиссия, которая рассматривает анамнез каждой супружеской пары, высоко компетентна. Это дает особую гарантию на то, что у ребенка при рождении маловероятен порог и состояние мамы также не будет подвержено риску. Врачи настоятельно рекомендуют подойти к процедуре эко очень ответственно. Важно не форсировать события, так как были случаи, когда семейные пары пытались обойти бюрократический момент государственной программы и прибегали к эко на платной основе, тщательно не обследовавшись и не подготовившись, что в итоге приводило к рождению детей с патологиями. В этом отношении государственная программа Ансаган Саби несет ответственность перед каждым будущим родителем.